поддерживали красную армию или белогвардейскую я никого не поддерживал я еще тогда не родился сейчас бы вы поддерживали какую армию данный момент я поддерживаю красный ну у вас же триколор на на руке как красная армия не имела триколора у меня нет триколора на руке у вас президент ваш держит триколор у нас и что это меняет как что значит вы даже сказать вы за красных значит ваш красный значит вы против вашего президента потому что ваш президент за белых то есть это ленина похоронить зачем украдить его народ не извел волю похоронить его то есть николай флаг николая взяли это флаг николая тот флаг триколор был взят петром первым послушайте чтобы сделать и сталин сейчас путина стали убивать как не знаю как не знаю ну что он делал с власовым что он делал с вас ну понятное дело всех все кто были против большевиков были расстреляны правильно три колора это как раз не большевистский флаг 3 колора-то не большевистский флаг не большевистский не ну как ли знай ну как ли я говорю мы знаем уже сталин расстрелял бы путину и стоял бы вас если у вас надо был тире липы слабо в голов ну вот устали нас просить и ну-то до живора же история и что на 6 хорошо вызовы кого вы не вы Вы либо за царя, либо за красных. Вы за кого? У вас третий, что ли? За красных. За красных. И где эти красные? Вас больше нет же. Вас больше нет на карте. Вы больше не существуете. И что это меняет? Я не понимаю. Ну, я не буду. Вы что, призрак Петра I? Зачем я буду тратить свой эфир на призрак? Вас нет. Кого? Глазов есть. Коммунический флаг есть. Нет, нет. Ну, вашего флага же нет. Над Кремлем флаг Власовой, Николая Второго. Вы должны поддерживать Николая Второго и Власова. Только так. А красного флага нет. Он был единственным человеком, который поднял, у кого были яйца. Он был единственным. Нет, он мог вообще ничего не использовать. Он мог вообще ничего не использовать. Путин сейчас поднял триколор, потому что ему можно. А в 41-м он не поднял бы триколор. У него яиц нет. Потому что это разные эпохи, это разные времена. В Лазов шел против большевиков. Если вы идете против большевиков, значит вы берете триколор. Если вы за большевиков, берете красный плах. Наши деды не поднимали триколор над Рестагом. Вы знаете, он там не был, не дребезжал. Никакой триколор не триколор. Вы не знаете свою историю. Ну так я говорю, почему наши деды, если они такие умные, если наши деды великие, почему они не поставят триколор? Зачем нужна была красная тряпка? А если это не тряпка, где она сейчас? У вас тряпка, у вас просто тряпка, ваш флаг тряпка. Но значит это было не государство, вы должны его осудить, оно же не просто так развалилось. Просто так не разваливается хорошее государство. У вас была тряпка вместо флага. У вас было говно вместо государства. И у вас лежит Ленин, пидорас. Нет, он не является... Он пидорас, он пидорас. Он развалил царскую Россию. У вас в Ростове была прекрасная жизнь. У вас в Ростове была прекрасная жизнь. У вас в Ростове до 17-го года прекрасная жизнь. Наверняка ваш прадед имел торговлю, правильно? У него был собственный бизнес. А потом после... Кем он был? Кем он был? Кем он был? Хорошо. Крестьянина. Мой прадед был крестьянин. В 1885 году чем он занимался? В 1885 году его не было. Ну, кто-то же был из вашей родни. Крепостного права уже не было. Он был свободным крестьянин. Он работал на себя. Он кормил свою семью. Как жила ваша семья до революции, расскажите? Моя семья до революции жила, как обычные крестьяне. Расскажите, как? Ну, так они же работали на себя. У них же никто колоски не забирал, и не посылал в гулах. Ты поработал, ты покормил. Почему тебя должны были за колосок расстреливать? Вы сейчас перепрыгаете между... Я не перепрыгиваю, я конкретно про вас говорю. Вы из Ростова. Нет, я говорю про вашу семью. Вот мой дедушка родился в Воронеже. И его дедушка был, как сказать, купцом. У него был бизнес. Я про своего дедушку... Ну, дедушка моего дедушка был купцом. Потом пришла царская вла... 17-й год, и не стало ни бизнеса, ни дома. Что хорошего получила моя семья? Ничего. А слово ничего. Дом стоит, а я в нем не жила. Но это времена были плохие. У нас Гитлер убил меньше людей, чем Сталин. Это были плохие времена. Подождите, 17-й год, революция, революция, конечно... Зачем? Мы в этой революции потеряли страны. Мы Финляндию потеряли, Латвию потеряли, Эстонию. Кто мы? Что? Ну, это царская Россия. Я говорю про царскую Россию. Мы говорим царскую Россию. Царскую Россию, я говорю. Я вышла из царской России, да. Она потеряла. Не она потеряла, Ленин отдал. Не Ленин мог картошку. Ленин отдал. Брестский мир, почитайте. Он отдал самые развитые аграрные участки земли. Он отдал треть своего населения. Да, Финляндия развита, Латвия развита, Эстония. Да, там были все заводы стояли. Посмотрите, как они жили тогда и как они живут сейчас. Это развитые страны были. Он их отдал. Какое он право имел отдавать наши земли? Ну, во-первых, он был... Никто. Он никто был. Он никто. Он никто был. Никто не может раздавать. Он никто не может раздавать земли. Земли могут сами выходить. Но он их отдал. Дайте мне ответить. Ленин отдал эти территории. Кто он Ленин? Что он что? Романов. Романов могли отдавать. Он не царь. Он проходимец. Как, знаете, как Лже-Дмитрий. Вы знаете, такой Лже-Дмитрий. Там Степан Разин, Пугачев. Ну, давайте называть каких-то людей, которые будут свергать царскую... Я не говорю, что Ленин такой же... Ленин такой же Степан Разин. Такой же. Степан Разин тоже хотел прийти и отдать земли. Почему? Он не Романов. Он не имеет никакое отношение к царской семье. Только царь мог отдавать земли. И давать свободу. У нас был Пугачев. Но сравнители Ленина с Пугачевым. Я согласна. Я говорю, что если вы считаете, что Ленин был царем, он не был царем. Он был просто самозванцем. Лже-Дмитрий был самозванцем. У нас было много восстаний. И каждый из них... Потому что все надо связывать. У нас были цари 300 лет. И между царями были восстания. Вот свяжите все эти восстания в единое. Так у вас триколор-то из царей. Как и при чем цари? У вас триколор же царский. Вы же вы сейчас не придумали новый флаг? Смотрите. Вот мы говорим о Ленине. Почему был подписан Брецкий мирный договор? Брецкий мирный договор был подписан, потому что большевики не могли... Потому что вы проиграли Германии. Вы Германии отдали. Нет, я не буду слушать. Вы Германии отдали. Германия проиграла, а вы проиграли Германии. Это пиздец. Я говорю, Германия проиграла. И вы еще проиграли Германию. Вы вдвойне лузеры. А после этого вы еще выбыли свою собственную страну. Вы подумайте. Вы заставили своих людей умирать за какой-то колосок. Вы заставили своих людей строить какую-то Колымскую, какую-то магистраль. Вдоль дороги лежат дети, женщины. Свои же лежат. Все, идите нахуй, Тера, убирай его.